В России осудили идею поставить памятник Бандери у границ страны. В России осудили идею поставить памятник Бандери у границ страны 16-15-6 января 2020 года, обновлено. 16-27-6 января 2020 года, РИА Новости, Стрингер, участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. РИА Новости, Стрингер. Москва, 6 янфрия Новости. Российские политики раскритиковали возможную установку памятника лидеру ООНУ по Степану Бандере в Конотопе, который расположен в 40 километрах от границы с Россией. Ранее мэр Ивана Франковска Руслан Марцинкев заявил, что вместе с главой Конотопы Артемом Семенихиным решил установить монумент лицом к российской границе, чтобы Бандера смотрел на Кремль. Бредовые идеи. Депутат Наталья Поклонская назвала эту инициативу политиков бредом, отметив, что подобные идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам. Вчера, полночь 29. В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры. Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами, сказала она РИА Новости. Другой парламентарий Дмитрий Новиков, в свою очередь, предложил четко фиксировать подобные попытки героизации нацистских преступников. «Необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности», заявил он в комментарии телеканалу 360, напомнив, что после завершения Второй мировой войны Европа осудила нацистов на Нюрнбергском трибунале. 2 января, 4.25. Поклонская высмела желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры. Депутат Руслан Бальбек назвал предложением РЦИНКИВА провокацией, направленной на раздражение россиян. «Сколько простоит там этот памятник – большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют», отметил он. Парламентарий подчеркнул, что на Украине продолжают героизировать предателей. «Кто сейчас герой Украины к Литвы преступник Гетман Мазепа, фашистские пособники Бандера и Шухевич», – сказал депутат. Волна неонацистской истерии. Сенатор Игорь Морозов также предположил, что такой памятник не простоит у российских границ больше дня. «Наше общество, потерявшее 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волнение нацистской истерии», – цитирует его НСН. 1 января, 21.59 в шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек. Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Насчет ООНУ по множеству преступлений, в том числе и волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты, и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза. Накануне в российском МИД выразили тревогу из-за поддержки украинскими властями ненацизма. Именно так дипломаты расценили прошедшие 1 января в Киеве шествия в честь годовщины рождения Бандеры. В ведомстве удивились, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию членов националистических формирований. Запрещенная в России экстремистская организация.